Глава двадцать шестая Рано утром зазвонил негромко будильник в телефоне, который Лена случайно вместо спальни оставила на кухне. Несмотря на то, что будильник звонил с перерывами три раза, Лена спала дальше. На ферме Света заволновалась, и позвонила Лене. На этот раз вызов был громче, и Лена с трудом подымалась, когда глянула на часы, пришла в ужас. Она подбежала к телефону и сняла трубку. Ты что творишь? Где тебя носит? Возмущалась Света. Бригадирша тебя ищет же. Ой, Света, прости, придумай что-нибудь, я скоро буду. Будильника не слышала, телефон забыла рядом положить. И Лена в торопях умылась, достала из холодильника яйца и колбасу, и подумала, что некогда жарить. Отломив булку, она с помидорами в торопях ела все, запивая сырыми яйцами. Лена вспомнила о наставлениях полковника, о шпионских штучках, чтобы выяснить, будут ли непрошенные гости в ее отсутствии или нет. И, махнув рукой, сказала. Ой, прости, полковник, некогда мне сейчас этим заниматься в другой раз. Лена отломила кусок булки и вышла во двор и кинула псу. Тот посмотрел на булку, а потом с укором на хозяйку с недовольным видом и с вопросом на морде. И это все? Да. Все, прости, приду с работы каши сварю. Видишь, некогда мне. Пес обиделся, отошел от угощения и лег в стороне. Лена в торопях закрывала в доме дверь и сделала псу замечание. Ишь, какие мы гордые. Люди, между прочим, во время войны листья с деревьев ели, чтобы выжить, а ты морду воротишь от булки из пшена, высшего сорта. Пес в ответ гавкнул, что в переводе означало. Сейчас не война. А будешь умничать и каши не получишь, пока не доешь, что дала. И Лена, закрыв калиточку, побежала на ферму. В машине за ней наблюдали трое, Борис, Ирма и агент. Ну, все. Птичка сегодня опаздывает, помчалась на работу. Немного подождем, пока поблизости не будет никого. Борис, а почему ты сам не можешь это сделать? Меня тут знают, уже отличился. Короче, недолюбливают, поэтому и посылаю. Дорогая, тебя, чтобы не светиться. Ясно, но все, нет никого, я пошла. Давай, иди, будем на связи тебя прикрывать. Ирма вышла в простом сарафанчике, с сумкой на плече, папкой и авторучкой. Подошла к калиточке, которая была невысокая, и можно было легко открыть щеколду. Ирма проверила, ничего не нашла подозрительного, открыла ее. Вошла во двор. Залаял пес. Тише, тише, родной. Я вижу, тебя хозяйка плохо кормит. Сейчас я тебя накормлю получше. Ирма достала копченую колбасу и, отломив кусок, кинула псу. Тот с аппетитом съел и сел и ждал добавки. Ирма сделала вид, что переписывает данные электросчетчика и, вернувшись во двор, подошла к дверям и осмотрела замок. Все чисто, как в аптеке, сказала по связи Ирма Борису. Пес гавкнул снова. Дай ему еще колбасы, сказал Борис. На, прожорливый ты наш. Ирма кинула ему еще кусок, потом достала отмычки и с помощью их открыла замок и дверь. Ирма, не спеши, смотри, нет ли ловушек. Смотрю, родной, смотрю. Пока ничего не замечаю. Глядя на обстановку, Ирма добавила. Да, простенько, но со вкусом, жить можно. Оставь лирику, делом займись. Ирма установила мини-камеру с микрофоном в тайное место. Как картинка, дорогой. Чуть левее поверни. Ирма повернула. Все. Молодец, так оставь. Теперь ищи улики. Да, кто ищет, тот всегда найдет. Ну, вот вижу, ума думчик есть. А где же компьютер ты спрятала, доярка наша милая? Ирма начала искать компьютер. В комнатах, в шкафах, под кроватью нигде нет. Придется искать по-другому. Ирма вытащила из сумки мини-металлоискатель. Пес разлоялся не на шутку, то ли предчувствуя беду, то ли требуя добавки. Вот, гад, когда же ты наешься? Ирма достала последний кусок колбасы и сделала в него укол снотворного. И вышла, кинув псу. Тот съел. Ну, вот и молодец. А я пойду искать дальше. Ирма надела наушники и включила металлоискатель. Стала водить кругом по стенам. В стенах туйников нет. Теперь проверяю полы. А вот, наверное, тут что-то есть. Ирма сняла половик и заметила половые досточки, которые не были забиты гвоздями. Приподняв их, она увидела коробку и вытащила ее. Бря, радуйся, сегодня наш день нашла. Я горжусь с тобой. Попробуй включить. Да, Ларчик просто открывался. У этой простушки даже пароля нет на вход. Ирма включила модем. Да, видно ведьму плохо учили шифроваться. И в интернет вошла. Как к себе домой, тоже без пароля. Проверь, что там ценное есть. Сейчас сфоткаю ее странички в Одноклассниках и в Фейсбуке. А ВКонтакте есть она, смотри. Бря, какой ты проницательный. А ВКонтакте она не только есть, но и телефончик свой выложила. Сейчас я его срисую. И Ирма сфоткала ее страницу профиля. Теперь, что там есть из файлов? Посмотрю. Ирма стала просматривать бегло записи. Ну, что там, не молчи, нашла что-нибудь. Да, да Ярка не такая простая, как кажется. Тут столько компромата, кошмар. Вся база как на ладони. Ты это о чем? Да все о том же. Камеры стоят на базе, видно все, как в прямом эфире, похоже и с прослушкой. Что будем делать? Я сомневаюсь, что она одна, до этого додумалась, явно кто-то помогает. Решай сам копировать, или займать жесткий диск. Борис задумался. Если копии нет, то нам повезло. В любом случае. Забирай ее жесткий диск и замени на наш. Как скажешь, мой генерал. Ирма быстро раскрутила заднюю крышку ноутбука и вытащила жесткий диск. И поставила другой. Затем она закрутила крышку и спрятала находку, где была. Закрыла отмычками двери. Пес мирно спал. Все, выходи быстрее, нет никого. Ирма вышла, закрыв калитку, как была, и пошла по улице. Заберешь меня за поворотом? Ирма сказала Борису. Борис приказал агенту следить за домом Лены из своей машины. Тот вышел и пересел в свою машину. Борис с Ирмой приехали домой и стали изучать содержимое на жестком диске. Эту птичку надо брать и допросить, как надо, пока она на виду. А там, глядишь, и узнаем, на кого и с кем работает. А, может, день или два подождем, проследим? А вдруг к ней сообщники нагрянут? Смотри, командир, как бы нас не вычислили из слежку, я видела, твой агент не обученный, проколоться может. Да, надо подумать, компромату здесь хватает. Вопрос, есть ли у них дубликаты и копии? Одного понять не могу, как у нее появилась прослушка с кабинета шефа. Я там все проверял и только свои жучки поставил. Очень просто. Значит, перехватили сигнал из твоих микрофонов. Да, но на этот опыт нужен. Да, такие пароделки мы проходили в разведшколе. Ты думаешь, она эту школу прошла? Нет, конечно, сомневаюсь. Уж больно много проколов и следов оставляет. Но, возможно, кто-то руководит или обучает, и, похоже, это на ранней стадии, опыта маловато у доярки. Значит, надо вычислить руководителей. Надеюсь, они не такие профи, раз делают ошибки и так неграмотно обучают. Нет, я считаю, надо ее схватить. Тянуть нельзя, а то упустим. Да, ты права. Я вызываю пару бывших омоновцев к нам в помощь. Полковник позавтракал. Ему позвонила Даша и спрашивала, как там мама и Лена. Тот успокоил ее, сказал, что все в порядке, сейчас собирается на ферму к Лене. Затем он позвонил Лене, и та сказала, что на работе сейчас. У тебя найдется 20 минут поговорить? Да, приезжайте к часу, у нас будет перерыв на час. Полковник подъехал в назначенный срок. Лена, ты поедешь, я не тороплю. А вас угостить? Нет, спасибо, я обедал. Галина Петровна сытно кормит. Да, это она умеет. Лена ела пиццу и запивала молоком, которое сама и надоела. Ты, перед тем, как уходила, поделала ловушки. Нет, простите, я проспала, не услышала будильника. Напарница позвонила и поэтому мчалась, как на пожар. А слежки за собой не заметила? Нет, да если бы они меня вычислили, давно уже схватили. Не волнуйтесь, пока оставим их в покое. Может и они забудут все. У них праздник на носу, открытие отмечать будут. Ждут, пока Симеона выпишут из больницы. Откуда знаешь? Прослушка барахлит, правда с перебоями, но этот разговор запомнила. Он в ноутбуке остался твоем. Нет, то, что связано с клиникой, после проверки удалила. Подсчитал, что информация не ценная, да и с помехами. Ладно, может, это и к лучшему. Последнее время стал комп тормозить. Боюсь, вирусов нахваталось. А антивирусник слабый, не справляется. Ничего, проверю и поставлю хороший. Ты хоть ноутбук утеплила, а то под полом еще циреет. Техника, как-никак. Ой, забыла, в коробке там и лежит три дня в подполье. Надо исправить ошибку. Ты мне его дай для проверки. Хорошо, приду с работы и договоримся о встрече. Ладно, береги себя и будь осторожна, в оба смотри, что заметишь, звони. Полковник уехал и приехал к взяйке, затем заменил сгоревшую розетку на новую, и кран починил, который плохо работал на кухне. Вот, это сразу видно, мужик в доме появился, сказала Галина Петровна. Вы говорите, что надо еще. Да неудобно, как-то просить. Говорите, не стесняйтесь. Забор в огороде проходился, может, поправить можно инструменты в сарае. Галина любовалась из окна, как Виктор чинит забор, затем вздохнула и сказала. Да, настоящий полковник. Мне бы такого.